Приветствую вас, и первое, что хочу сказать, то есть, что для наиболее оптимального решения вашей проблемы я бы настоятельно рекомендовал бы семейное консультирование, то есть консультирование и вас, и вашего мужа, либо по скайпу, либо, значит, ответственно, очно, вот, ну, то есть не скайп, а на сайте есть голосовая связь, прошу-прочу, как-то привычно очень скайп напоминать, вот, значит, это первое, на таком консультировании можно выявить основные проблемы, точки незаприкосновения между вами, и понять, что они, собственно, являются причиной ваших конфликтов, потому что то, что вы описываете, во многом напоминает следствие, просто следствие того, что с вами происходит, вот у вас, например, не лазятся дела со здоровьем, не лазятся дела с работой, у мужчины болезнь, собственно говоря, обнаружили, да, там, гастрит и так далее, все это серьезно, все это довольно неприятно, все это давит на человека, все это, безусловно, как-то выматывает и так далее, и очень важно, чтобы вы относились друг к другу и понимали, чтобы вы все-таки старались понимать, поддерживать друг друг друга вот вы говорите, что вы подтруниваете троллите и так далее но ведь вы же понимаете, что шутить можно с теми, кто это оценит и оценит по достоинству ну, или, по крайней мере, не кинется на вас кулаками соответственно, нужно знать, когда можно говорить, когда нет видимо, вы этого не знаете то есть, вы приходите играть границу, вы приходите играть между дозволами и не дозволами что сказать понимаете если мужчина один раз поднял руку на женщину, то он скорее всего поднимет еще и еще и еще просто потому что пути назад уже нет на самом деле вот как знаете с расширением сознания вот люди сблизились да отношения естественно развились а если люди отдалились это всегда боль это всегда переживания и так далее так и здесь мужчина позволил себе что-то и не позволять этому он уже не может потому что он позволил вы еще и дрались думаю что основная проблема заключается в том что вы боитесь одиночества вы боитесь боли страх это то что не дает вам не позволяет прекратить это поведение страх это то что не позволяет вам поведением действиями поступками ответить на поведение соответствующее вашего мужчины сказал вот вы подрались все не будете больше такого терпеть берете выходит и все мужчина понимает что он вас теряет осознает что он делает у него брака физическая сила ассоциируется с вашей потерей и он больше так не поступает но вы боитесь вы боитесь боитесь одиночества вопрос возникает вы говорите что вы интеллектуальный человек журналист по образованию это означает что у вас очень грамотная письменная речь это означает что у вас богатый словарный запас это означает что у вас есть развитая внутренняя речь почему вы боитесь одиночества одиночества боятся обычно люди не отличающиеся от самодостаточностью но у вас с этим все в порядке почему вы так боитесь одиночества вопрос который мне бы хотелось с вами обсудить вообще вопросы страха лучше обсуждать в первую очередь потому что чем быстрее страх станет явным тем быстрее вы поймете что бояться это значит бежать от страха нужно не бежать а нужно идти к нему навстречу встречать и тогда вы сможете его починить и когда вы перестанете бояться выяснится что решений очень много ваших ситуаций когда вы перестанете бояться вы поймете что человек которого вы любите может быть уже не существует может быть этого человека уже нет вы любите того кого любили когда-то образ и не можете никак этого образа обойти ну я хотел бы вам сказать что решать вопрос жить вам с мужем или расставаться только как и сказал Игорь Леонидович но поскольку ваш мужчина перестал защищать ваши интересы то осталось только вам самостоятельно это делать и здесь без риска без душевной боли без неприятных поступков не обойтись потому что в противном случае все останется так как было и так что мы имеем в остатке подробный разбор анализ ваших отношений с мужем для выявления истинных причин их немного одна и любви но они серьезные конфликты возможно когда вы отказали мужчине секси это больно по нему ударом по гордости его отвергли и он теперь не чувствует себя рядом с вами мыши вследствие чего и такое поведение проявляется и тогда это нужно обсуждать с ним и только через обсуждение с ним к чему-то приходить ну а если вы выбираете второй вариант то здесь необходимо поработать с вашими страхами убрать их причину понять чего вы боитесь и тогда у вас все будет хорошо ну и с отцом вашим отцом который вас стерилизировал тут мне кажется есть не явная но все таки связь потому что не мог он не повлиять на ваш характер не мог он не повлиять на то как вы себя ведете и я бы рекомендовал вам пересмотреть свое поведение исключить из начала из него все что раздражает вашего мужа пока экспериментарно пока проверочно и посмотреть что из этого получится если мужчина заметит оценит и сам будет что-то делать значит вы наверное будете если нет значит такие отношения уже не спастит и вы просто теряете свое время на этом все надеюсь что помог вам если какие-то вопросы остались обращайтесь в личку помогу если вам понравился мой ответ пожалуйста сделайте его лучшим буду благодарен